Каждый может начать с чистого листа. Кто угодно, нужно лишь принять решение стать чуточку лучше. Это на удивление просто и на удивление действенно. Чтобы привязать к себе мужчину, женщина должна будить в нем худшие инстинкты. Брак означает замысловатую притирку друг к другу двух разных личностей, и что любовь – это всего лишь малая частичка долгого-долгого супружеского союза. Жизнь движется вперед, опираясь на компромиссы. Пережеванное невкусно, в области чувств это особенно верно. Одиночество, физическое и душевное, порождает тоску, а тоска еще больше усиливает одиночество. Именно эгоисты, как ни странно, способны на большую любовь. Никому не дано проникнуть во все закоулки чужой души. Чутье к основным нравственным ценностям, отпущено природой не всем в одинаковой мере. Жизнестойкость – это не просто умение терпеть, это способность все начинать с самого начала. Отношения не могут стоять на месте, они должны двигаться, если не вперед, так назад. Терпеть не могу английскую манеру оглушительным шепотом говорить о людях гадости. Если дружба, которая была дружбой не только на словах, рвется в один час, то, как правило, она рвется с мясом. Многие люди склонны преувеличивать отношения к себе других, почему-то им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатий. Или думай сам, или тот, кому приходится думать за тебя, отнимет твою силу, переделает все твои вкусы и привычки, по-своему вышкалит и выхолостит тебя. В жизни каждого из нас бывает пора, когда все удается, когда сам себе кажешься героем. Нет больших достоинств, чем мужество, честность, учтивость и природное влечение к добру. Мы, словно лодки, пытаемся пробиться в настоящее, но нас безжалостно относят в прошлое. Привычка потакать своим слабостям, вот где корень зла. Жизнь заключает в себе много ценного, и если мы умудряемся ничего в ней не найти, виноваты мы, а не жизнь. Каждый писатель должен бы писать свою книгу так, будто в тот день, когда он ее закончит, ему отрубят голову. Мы редко сочувствуем людям, жаждущим и ищущим сочувствия, но легко отдаем его тем, кто иными путями умеет возбудить в нас отвлеченное чувство жалости. Так много незаурядных людей в наше время теряют себя. Так легко быть любимым, так трудно любить. Настоящая любовь состоит на 95% страсти и щепотки ревности. Ты или охотник, или дичь, или действуешь, или устало плетешься сзади. Молодость, как тарелка, горой полная сластей. Люди сентиментальные уверяют, что хотели бы вернуться в то простое, чистое состояние, в котором пребывали до того, как съели сласти. Больной ум хитер и изобретателен. Он, как река перед плотиной, не прорвет, так зальет, не зальет, так проложит обходное русло. Человеку незаурядному всегда приходится балансировать на грани, и далеко не все способны выдержать напряжение. Нужно, чтобы было что сказать, и нужно умение сказать это интересно. Интимные признания молодых людей, по крайней мере та словесная форма, в которую они обличены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Мы спешим в погоне за синей птицей удачи, а если ускользнет она сегодня, не беда, будет еще завтра. Никогда не поздно стать тем, кем ты хочешь быть. Я надеюсь, вы живете жизнью, которой гордитесь, а если нет, то надеюсь, что у вас есть силы начать все сначала. Никакая ощутимая, реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии. Каждый человек склонен подозревать за собой хотя бы одну фундаментальную добродетель. Я, например, считаю себя одним из немногих честных людей, которые мне известны. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами Том и Дэзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Любой алмаз кажется большим, пока не отшлифован. Чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере. Никакие расовые или духовные различия между людьми не могут сравниться с той разницей, которая существует между больным человеком и здоровым. Нет смятения более опустошительного, чем смятения неглубокой души. Некоторое время эти ночные грезы служили ему отдушиной. Они исподволь внушали веру в нереальность реального, убеждали в том, что мир прочно и надежно покоится на крылышках фей. Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты. Мужчины часто позволяют женщинам вести спор, исход которого от них не зависит. Часто бывает, что с какого-то пустякового эпизода начинается важная полоса в жизни человека. Мы привлекаем тех людей, которые нам подходят. Но по определенным причинам мы либо разрываем отношения, либо разочаровываемся, натолкнувшись на ледяную глыбу непонимания и равнодушия. Наше несчастье, как и счастье, находится в наших руках. К сожалению, в силу своей природы нам намного проще отдаться страданиям, чтобы потом всю жизнь сожалеть об потерянных возможностях. Если блондинка не умеет поддержать разговор, мы называем ее куклой, молчаливого блондина считаем болваном. У каждого из нас есть странности, причем странности эти под какой бы личиной мы их не прятали, куда более многочисленны, нежели мы хотели бы признать перед другими и даже перед собою.